13 сентября заключительный день голосования в Севастополе. В этом году в нашем городе проходят досрочные выборы губернатора, а также до выборы депутатов в парламент и муниципальные советы. Как идет ход голосования утром в воскресенье, рассказал председатель Севастопольской избирательной комиссии Сергей Даниленко. Сегодня день начался стандартно, без происшествий. В 8 часов утра все избирательные участки были открыты. На утро в списке избирателей по городу Севастополь включены 327 тысяч 14 избирателей. На вечер вчерашнего дня проголосовало 110 тысяч 750 человек, что составляет 33,9% от общего числа избирателей, включенных в списки. Наибольший процент участия голосующих в Нахимовском районе 41,6%, 36,8% Ленинский, 36,3% Балаклавский и Гагаринский 24,4%. Напомним, в 2017 году итоговая явка на выборы губернатора Севастополя составила 34,2%. Сергей Даниленко напомнил, что все постоянно действующие избирательные комиссии оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней. С утра они заработали. Вечером после 20.00 бюллетени досрочно проголосовавших избирателей будут опущены в Каибы и осуществлен подсчет. Четыре избирательных участка в Севастополе образованы в обсерваторах, а также в инфекционной больнице и горбольнице номер 9. Также временные участки, организованные в горбольнице номер 1 и на двух кораблях Черноморского флота. Кроме того, на начало досрочного голосования почти 22 тысячи заявлений были поданы о голосовании вне помещений на дому. Эта цифра постоянно растет в связи с тем, что избиратели могут заявлять о желании проголосовать дома до 14.00 в воскресенье. В избирком поступают обращения о возможных нарушениях в ходе голосования. Большую их часть планируют рассмотреть до обеда. Сергей Даниленко отметил, что пока существенных нарушений не зафиксировано. Предварительно могу сказать, что исследование этих обращений, оно в основном связано с непониманием некоторыми наблюдателями разницы между придомовым голосованием и голосованием на дому. Это юридически разные процедуры. Когда видят пришедших к дому членов комиссии с переносным ящиком для голосования, то говорят, а где же ваш зонтик, где ваши пеньки, где ваши стулья, где ширмы для голосования. Сергей Даниленко пожаловался, что их просто заваливают однотипными обращениями, которые являются повторами уже направленных заявлений. Сначала их направляют в территориальную избирательную комиссию, а потом дублируют, не получив ответа, в городской избирком, представителям политической партии и депутатам Заксобрания.